Девушки отдыхают Нельзя зацикливаться над чем-то одном, поэтому, как и у многих ребят, которые прошли школу НХЛ, кто-то были финансовые советники, кто-то вкладывал деньги в облигации, кто-то, не знаю, покупал там золото, кто-то какие-то недвижимости, еще что-то. У меня одна из идей была, вложили свое время в недвижимость и организовали один из бизнесов, это Академия Красоты Матками. Провели, так скажем, опрос местности, где у нас помещение, и пришли к выводу, чего здесь не хватает, что здесь будет в дальнейшем, как инфраструктура будет развиваться, поэтому решили сделать Академию Красоты построить. Главное понимать, что ты делаешь, чем ты занимаешься, надо знать все изнутри. Вот этому приходилось учиться, и многие вещи для меня были в диковинках, хорошо со мной были и есть друзья, партнеры. У меня есть директор, это мой друг, и он является директором, и он дольщик в этом предприятии, поэтому на нем как раз и висит сейчас организационная часть. Первые лет шесть, наверное, я очень плотно этим занимался, начиная от подбора персонала, заканчивая рекламой, практически во все вещи вникал, принимал решения. И совмещать было очень непросто, сложно, это отнимало массу времени, и пришлось отойти. Ну, было принято решение коллегиальное вместе с партнером, что он больше посвящает себя этому, а я занимаюсь его непосредственно своей деятельностью. Индустрия красоты, она достаточно сезонный бизнес, то есть есть моменты, когда это максимальные прибыли, есть когда, наоборот, народ не ходит, то есть очень много нюансов. Приходится сталкиваться с массой проблем, которые непосредственно приходится решать. Изначально в штатном расписании было 32 человек, а сейчас это меньше. Они смотрят, болеют, переживают, они... У нас на работе есть несколько телевизоров, где есть персональные комнаты, телевизоры, где... У нас в основном женский коллектив, они и смотрят, и болеют, и когда побеждаем, присылают эсэмэски, поздравления, и также переживают, если проигрываем. Здесь кипит, кипит бурная жизнь. Выручки упали, прибыль упала, соответственно, потому что, ну, народ у нас ходить-то он ходит, никуда он денется, он делает процедуру, но уже где-то дорогостоящую процедуру заменяет на более дешевую процедуру, то есть это и вполне естественно, это все сказывается. Это непосредственно от того, что в стране такое происходило и происходит. Ну, надо уметь находить пути выхода из этого кризиса. Конечно, хотелось здесь закрыть, и когда что-то не получалось, когда какие-то трудности сейчас, думаю, хотелось бы, может быть, к черту все закрыть, перепрофилироваться, открыть, ну, там, что-нибудь попроще, как-нибудь сдать помещение в аренду, открыть магазин, и пускай бы работает. Ну, нет, слава богу, до этого не дошло. У меня есть сугубо личные мотиваторы, вот это вот у меня мама, поэтому я не очень хочу об этом распространяться, но тем не менее, благодаря, наверное, ее каким-то жизненным позициям никогда в жизни не опущу руки, ни перед чем. Никогда не начну заниматься тем, чего я не знаю или в чем я ничего не понимаю. Это однозначно. То есть для того, чтобы заниматься бизнесом, нужно понимать всю подноготную его от и до. Тогда будет и толк будет, а так это выброшенные деньги. И уже изменить сложно что-то. Хоккейная карьера позади, сейчас тренерская. А в бизнесе, ну, пока есть возможность, конечно, всегда мы что-то анализируем, меняем и усовершенствуем. Сейчас у меня в плане бизнеса никаких планов, потому что полностью сконцентрирован на тренерской работе и у меня сейчас дети как раз играют в хоккей в том возрасте, когда им нужна максимальная поддержка. Так что бизнес сейчас отошел, отошел на второй план и я ему уделяю на самом деле очень-очень мало внимания.